Я думаю, что мы и сегодня будем благодарны Господу за то, что Господь позволил нам сегодня быть на этом месте, сохранил нашу жизнь и сохранил в нашем сердце желание прийти сюда, послушать Слово Господне, потому что, если бы у нас было всё, но не было бы желания, и мы не дали бы цену Слову Господню, то, наверное, нашли бы что-то более ценное и остались бы дома. И, наверное, нашли бы для себя чем заняться. И, наверное, оправдали себя, что мы именно так и сделали. Но сегодня Господь дал нам такую возможность и дал такие чувства сердцу нашему, что мы всё оставили бы это земное, посчитали его второстепенным и пришли на это место, чтобы послушать Слово Господне, потому что оно нам очень надо. Мы уже в своей жизни испытали, что такое, когда в трудные моменты жизни мы имеем Слово Господне и можем сравнить с тем, как себя чувствовали, когда нужно было делать какой-то выбор, когда нужно было делать какое-то решение, и у нас почему-то его не было. Наверное, не совсем правильно, но не было. Господь всегда к нам говорит, но мы надобываем глухие или не понимаем, о чём идёт речь. И поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы это Слово Господне, которое мы и сегодня будем слушать, чтобы оно было чем-то Словом, которое нам завтра понадобится. Может быть, во время испытаний определённых, может быть, когда будем стоять на каких-то перекрёстках дорог жизненного выбора, или, может быть, более такие мелкие вопросы будут. Но вы знаете, что отступление от Господа не всегда начинается с каких-то крупных вещей. Иногда оно происходит незаметно, по мелочам. И дьявол очень часто успевает, потому что мы привыкли мыслить так. Это мелочь. Это мелочь. Это то, на что вообще-то и не стоит обращать внимание. Но когда одна мелочь, потом прибавляется другая мелочь, третья мелочь, и набирается столько этих мелочей, что они очень сильно уводят от Господа. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы немножко вспомнили прошлое. И я не буду долго говорить о прошлом, потому что мы помним кое-что, и всё невозможно повторяться дважды или трижды даже. Но вот то, что мы кончили одним таким интересным текстом Писания из 10 главы к евреям, наверное, стоит остановиться. Где Господь говорил, что праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, то что? Не благоволит к тому душам моя. Хотя, в общем-то, мы хорошо понимаем, что люди не колеблются вот так от мелочей. Может быть, кто-то на каком-то первом уровне духовного возраста, вполне возможно, и мелочи очень сильно, так сказать, колеблют. А вообще-то мы колеблемся, когда какие-то очень сильные, во всяком случае, для нас лично приходят испытания. Я в прошлый раз говорил, что мы не одинаковые все, и силы у нас разные, и вера у нас не совсем один к одному, потому что для одного как перенести, то для друга очень просто и легко. Поэтому здесь мы уже говорим о нас самих, как о личностях. И если Господь что-то допускает в нашей жизни, то Он допускает по нашим силам. А это значит, что не всем одинаково. Что не всем одинаково. Вот почему мы часто так, значит, и мыслим, и грешим. Когда говорим, что, ну же, как я переношу, как мне трудно, то уже больше никто так и не терпит. И эта оценка неправильная. Может быть, действительно, в вашей жизни вот то, что вы переносите, для вас оно очень-очень тяжелое. Но это не значит, что кто-то больше не терпит, чего-то более сложного не переносит. Вот как просто вот в такую неправду войти. И Господь же то видит, что-то не совсем так. Не совсем так. В соответствии с нашими силами, то, может быть, нам это и очень трудно. А если взять вообще, что люди переносят, то, наверное, может быть, есть и те, что мы ни разу и не испытывали в жизни, то, что они испытывают. Поэтому пусть Господь поможет нам правильную оценку себе не роптать, не думать, что мы самые несчастные, мы самые, так сказать, неценимые у Господа, потому что Бог вот так вот сделал с нами. Это не совсем так. Это не совсем так. И когда мы будем читать 11 главу, то мы тоже увидим разницу. Я об этом часто напоминал, говорила, вера – это вот общее слово вера. А уже когда касаться лично каждого из нас, то тут, наверное, какие-то оттенки будут очень значительные и очень разные. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы твердо запомнили, что, значит, кто поколеблется, то не надо говорить, что это для меня очень-очень было. Что Бог так меня, пусть, как никому больше. Просто по нашим силам. А если поколебался, то потому что где-то не сбодрствовал. Может быть, какой-то пропустил время для молитвы, которые Бог давал. И я в прошлый раз повторял некоторые причины отречения Петра. Вы помните, кто был на прошлом разборе? Некоторые причины отречения Петра. Одна из них была, я еще напомню, что они не выполнили той просьбы, которую Господь их просил, когда молился в Гефсимании. Помните, он просил, сам пошел молиться и их просил. И вы молитесь, и мне помогайте, и за себя молитесь. Что он сказал? Причину, почему они должны были так делать? Чтобы не упасть куда? Искушение. Потому что если упал искушение, то, значит, это уже так дьявол треплет, так склоняясь к какому-то отступлению, что просто на пуску очень трудно выдержать. Очень трудно выдержать. И Господь здесь говорил, молитесь. Молитесь, чтобы не упасть в искушение. И они не первый раз не могли выполнить эту просьбу, не второй раз, а третий раз подошел, то уже поздно было. Говорят, все, уже кончено. Вот почему в нашей жизни бывают такие ущербы и уроны. У меня, у вас. Бог предупреждает заранее. Но покуда мы не почувствуем давление, мы очень часто ничего не делаем. А уже когда пришло какое-то искушение, пришла какая-то трудность, тогда начинаем пролагать усилия, молиться, а уже поздно. Гораздо лучше было бы, если бы получили какое-то откровение, предупреждение, и сразу на колени, Господи, вот теперь я свободен, есть время, чтобы тогда, когда придут трудности, чтобы мне не колебаться. Вы сами знаете, что мы очень по-разному проходим искушения, которые выпадают для нас от Господа. А Господь говорит, что будет допускать. Кто-то задал такой вопрос, когда Христос говорил, не уведи в искушение. Говорит, ведь Бог то в искушение не вводит. Молитва отчина. Правильно, Бог не вводит в искушение, но Он вложит преткновение, чтобы испытать. Вы помните, в Ветхом Завете, если я положу перед праведником преткновение, и Он упадет, вы помните это местописание? То Бог допускает преткновение, а уже в искушение мы упадаем, Он не вводит. Он хочет, чтобы мы Его проходили, и чтобы оно не владело нами так, как оно часто владеет нами. А испытания были, есть и будут. потому что я не устану повторять одну такую истину, без которой нам не пройти нашего жизненного пути, которую, не зная, мы будем терпеть ущерб, что мы укрепляемся тогда и укореняемся, когда нас вырывают. Когда нас вырывают, тогда мы хватаемся поглубже. Если нас никто не трогает, если нас никто не трогает, никто не колеблит веры нашей, то она и расти не будет. Человек закаляется, растет и формируется через те трудности, которые приходят в его жизнь. Но чтобы эти трудности преодолеть, то здесь речь уже не идет о наших силах человеческих, а о Духе Святом, который мы должны иметь. И тогда в этой переплавке будет все выплавлено греховное, но останемся в должном состоянии перед Господом. То есть эта температура, она не породит нам, как личность, а только выплавит то, что чужое. А когда не будет силы от Господа, то своими силами не устоишь. Здесь есть две стороны. Одна сторона – были трудности, были переживания и будут. Потому что в них как раз открывается и характер нас, и шлифовка, и вера. И чудеса тогда бывают. Вы просто вспомните вот библейские примеры. Мы сегодня будем говорить о вере и о том, что не надо колебаться. Как Господь растил веру учеников? Как правило, они попадали в очень трудные жизненные ситуации. Проходили одно, понудил их войти в лодку, сам понудил – плывите. Они поплыли, и тут поднялась буря сильная. И когда Христос эту бурю успокоил, то вы помните, что они сказали? Да кто ж это, что и ветер, и море повинуются Ему? Вот на некоторые вещи у них была вера, но когда ветры и море перестали ветер дуть, а море бушевать, там открылись глаза, что вот еще один уровень веры. Оказывается, не только болезни уходят, оказывается, не только что-то. Да и сказал ветру перестань, и перестал. Сказал морю, значит, волнам перестаньте бушевать, и перестали. Но для этого надо было, чтобы это увидели где, побыть на этом бушевшем море. А Петру даже уже не о море ведем речь, а о озере. Он даже и ходил, и что по волнам придачу. Помните, не вскричали, увидели, думали, что это призрак. Никак не могли поверить, что это Христос идет по волнам. А потом и сам пошел по вере. Но когда уже свел взгляд с Христа, то стал тонуть тогда. А так шел же по вере, по волнам. Поэтому обычно и чудеса бывают в трудностях. Сегодня брат Сережи читал, если бы Езеки не заболел смертельно, он получил бы такое благословение, которое получил тогда, когда заболел. Не получил бы, не получил бы. 15 лет начало. Разница была в последствии вхождения. Правда, он согрешил там гордостью, не с бодростью был хорошо. Это уже другой вопрос. Но все-таки, ну, наверное, уже уровень его веры был после этого другой. Все-таки 15 лет Бог добавил. Сказал, что умру. Не выздоровеешь, что? Сделай завершание, не умрешь. А там сказал, не умрешь. Дал ему совет, что надо делать. Плац смог проложить, я помните. Ну, вы хорошо понимаете, что дело не у смоквых. Дело было в послушании, дело было в вере. Что он сделал вот это маленькое, что ему Бог сказал. Ну, а Бог сделал большое. Он ему добавил 15 лет. Поэтому пусть Господь поможет нам понимать вот некоторые вещи, и чудеса, и знамения. В какой обстановке елей умножался у давы. Когда голод был, когда ничего не было. Когда можно на рынке купить, когда войны нет, когда есть работа и деньги, чудес не будет таких, не надо умножать ничего. Пошел, заработал и купил. А вот когда пришло такое время тесное, вы помните эту всю обстановку. вы помните, когда еще одно чудо, уже Христос совершил умножение хлебов. Когда это произошло? Когда были в пустынном месте, и что? И нечего было есть. Пустынное место, и нечего есть. А народ кормить надо. Говорят, купите пищи, ученики вернее говорят, ну, надо их накормить. А чем накормить? Ты тут все обратно не накормишь. И тут чудеса начинаются. Потому если мы просим чудес, то могут прийти что? Обстановка, которой чудо надо. У Бога чудес для развлечения нет. У людей чудо это одно из развлечений. Фокусники у них есть там, у них есть те, которые вот чудеса творят в кавычках демоническими силами. Бог чудес для развлечений не делает. Они тогда имеют силу и время и чай, когда человек в этом нуждается. Когда человек в этом нуждается. И не просто нуждается, хочется ему развлечься. Это не нужда. А когда действительно нужда, которая жизнь ставится под вопрос сама, вот тогда являются и чудеса Господни. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы мы не колебались тогда, когда придут трудности. Они нужны для того, чтобы росла наша вера. И куда мы не посмотрим, вот этого никак нельзя обойти. Господи, дай мне терпение. Что тогда придет в жизнь? Потому что терпение это не какой-то предмет, который с неба упадет, это то, что вырабатывается. Это то, что вырабатывается в процессе жизни, через определенные обстоятельства. Это не подарок, который вот мгновенно раз и все. В течение жизни время. Потому что от скорби происходит что? Терпение. И куда не посмотрим, мы встречаемся с верой, а вера сталкивается с трудностями нашей жизни. Поэтому просто давайте не колебаться в будущее время от трудностей, потому что без них невозможно оказывается. И Бог говорит, многими скорбями надлежит вам войти куда? В Царство Небесное, в Царство Божие. Многими скорбями и ничего не сделаешь в таком случае. Такой путь человека. Главное, что утешает, что лишних скорбей Бог никогда не даст. Вот, ну, а если они пришли, значит, надо. Я могу не понимать, для чего они. Могу не соглашаться с ними. Могу, но я много что могу, чтобы скорби не пришли и трудности. Но когда Бог смотрит на нас, как на тех, которые в вешенности будут жить с Ним, и должны иметь определенную святость, уровень определенный, то Он тогда у нас разрешение не будет спрашивать, что вы хотите или что вы не хотите. Есть судьба, есть план конкретно у Господа, и Он будет делать по этому плану. Для нас остается или подчиниться и идти за Ним, или можно пойти назад. Можно пойти назад, что люди часто и делают. Мы же не искалеплющие на погибель, вот этот последний стиль, который мы читали, но стоим в вере ко спасению души. Ну и читаю 11 главу. Здесь огромный перечень мужей веры, как раз затрахивается центр учения веры. И вот формулировка веры. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Наверное, уверенность в невидимом идет прежде. А потом уже наша вера, которая основана на обетовании Божьем, где Господь нам обещал что-то. Вот почему многие люди не могут расти в вере, и одна из причин у них нет живого общения с Богом. Они вот получают общее такое, вот то, что написано, а живого общения с Богом нет. они как-то живут, я даже мне трудно выразить их состояние. Вот живут как-то так, как слепые, что ли, ну не знаю, как ее что назвать. Поэтому с одной стороны люди получают что-то, но какая-то вот эта вера какая-то нежизненная. А вот те люди, которые читают Писание, которые молятся, имеют общение с Господом, и Господь обещание и выполняет их последствия, у них растет вера. Это может быть что-то положительное, что люди получают, а это может быть те скорби, которые они проходят, которые Господь предупреждал, о которых говорил, которые пришли, и мы своими глазами видели, что без помощи Божьей мы не прошли бы, и тогда расчет веры нашей. Если Господь в той обстановке помог, не отказал, то он и сегодня такой же. Вот вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В чем это уверенность? Уверенность в том, что это было сказано Слово Господне, и оно исполнится. Потому что вера наша основывается на Слове Божьем. так? Вера от чего? От слышания. А слышание от какого слышания? От моего, от соседского и какого? Божье Слово. А слышание Слово Божьего. Поэтому люди очень часто обманывают сами себя. Они очень часто свои желания выдают за веру. И путаются надо в этих вопросах. Помню когда-то одно из шведетей, когда послушали одного из братьев, его пророчества, и брать, слушай, как ты их получаешь? По вере. Это выглядело так. Вот я скажу и веру, что так будет. Я скажу и веру, что так будет. Но то, что я скажу, и оно не всегда будет. Может, где-то попадешь, а может, и нет. А по настоящему вера. Я услышал, что Бог говорил и взял и рассказал. Уже как услышал, это другой вопрос. А то, что я надумал, что сказал, и я веру, это с другой стороны не что делать. Все поставлено с ног. Это не вера. Это не вера. Вера от слышания, слышания от Слова Божия. А как Слово Божие может прийти? Бог разнообразно говорит. И через мысли наши очень часто говорит нам. От ложит на сердце сразу. И ты хорошо понимаешь, что от Господа пришли эти мысли? Для кого-то они приходят в звуковом варианте, кто-то вот эти мысли Божии принял в сновидении, кому-то они были предложены принять в видении, это все мысли Божии выраженные. А есть в знании просто в знании. Я допустим это испытывал, но я вообще не знаю как это происходит. Никто не говорил, ничего не слышал, но я точно знаю, этим человеком вот то и то. Я когда-то помню рассказывал вам, когда где-то меня перевоспитывали на работе, что когда я уже приехал домой, поступил на работу на комбинат, ну и очень часто была тема, что труд создал человек. Мы сегодня смеемся, труд его создал, он его и угробит, говорим таким грубым языком. Труд не создавал. Но труд, труд, труд. Я понимаю, что есть определение труда, что такое труд. И в нем ответ заложен. Но никак не могу вспомнить. Помню, учил в расповеде, не помню, что учил что-то, но как-то на все улетело. Ну и думаю, вот буду же опять-то вопрос задавать. Шел, шел дорогой, думал, шел домой, надо было в деревне 12 километров, я уже не стал ехать, но иногда любил пройти ищу, ищу, сюда и туда. Думаю, ну пойду же, я полезу там на чердак, там у меня где-то учебники есть, но я же найду, что такое определение труда. Там было труд, это целесообразная деятельность человека, то есть опять-таки в этом заложено, ну что сначала надо подумать, целесообразная, целевая, я что-то вижу, я знаю, как это делать надо. и потом думаю, никак я не могу вспомнить конкретно, что потом прошло короткое время, как-то отвлекся и вдруг я к этой мысли возвращаюсь и я то, что знаю, что такое определение труда. Это осознанная необходимость, направленная на преобразование природы. Я пошел искать там где-то учебники, таких учебников нет уже давно. Нету я и не нашел бы их там. А как оно пришло, я ничего не вижу абсолютно, я просто отвлекся и все, и вдруг я знаю. Но это пришло слово таким образом. И поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня с самого начала правильно поняли все, что такое вера. Когда-то помню, к одной из частер приехали братья помолиться, она больная была. Даже кажется, в Минске это было, точно не помню, уже это было давновато было, не могу точно сказать. Ну, пришли, говорит, ну, сестра, мы будем молиться, а ты, говорит, веришь, что ты получишь цель. А она спрашивает, кому верить? А кому верить? Я у тебя уже готова. Ну, кому? Нечто похожее было, вы помните, когда-то к нам барановичи, это где-то, наверное, ну, 75-й год был, может быть, даже, где-то вот в это время приезжали два брата из Молдавии, два Ивана из Меринешты, кто помнит, один был высокий, другой маленький. И если вы помните, они, свидетельство однажды, они такой очень слушают, когда один из Иванов заболел, а я уже не помню, какой, большой или маленький, но жили они на довольно приличном расстоянии друг от друга, вот этот заболел, а второй, значит, молится, один там молится, другой молится дома. И Бог говорит одному из Иванов, уже не помню какому, высокому или маленькому, говорит, и едет, говорит, соверши молитву, я его исцелю. И он, значит, проезжает, а оба правильно понимали веру, правильно понимали, что вера, то вера, но на чем она выросла, эта вера? А же приезжает к нему, поприветствует, лежит, ну, брат, я, говорит, приехал, чтобы помнить, что Бог тебя исцелил. Он мне задает вопрос, так ты сам приехал или Бог тебе сказал ехать? Говорит, Бог сказал, все, говорит, будем молиться. Молиться короткая молитва здоровый становится. Почему? Он правильно задал вопрос. Вот я вначале, когда первый пример привел, я не ответил на вопрос, это сейчас задало вопрос, а кому верить? То есть, вас Бог послал, вы знаете, что это надо, вы просто, у вас уже вера есть в мою растительную, или вы просто, просто вот так вот приехали, ну, ты верный. Но вера же, фундамент является Слово Божие. Я помню, всех этих братьев помню, о которых я буду говорить. один из них был пастыром церкви, но второй, вот который больной был, это в нашей области убреской было, вторые два брата, один из них был пастыром тоже, второй, не помню, дьякон был, я даже второго не помню, помню только одного хорошо имя его. Вот, значит, заболел, и он уже знал, что он умрет. Господь сказал ему конкретно, что готов всем, все, все разрешено, ему было то же самое сказано, ну, приехали эти братья, ну, брат Володя, будем молиться тебе, чтобы Бог исцелил. Ну, молитесь, он же ничего не говорит, не будет, хотите молиться, что вашу веру подрывать, или что, помолились, ну, брат Вер говорит, ты встанешь, будешь ходить, будешь здоровый. Он им ничего не сказал, потому что он встал и плачет, братья, братья, ну, в смысле, ну, зачем такие вещи делают, зачем меня убеждать, когда я знаю. Правда, без веры тоже умирают, есть такой случай какой-то неординарный, если бы выздоровел, и сказали ту, наверное, легче воспринималось бы. Но он перед этим видел, когда стали молиться, жену его, было видение, что пришел Христос, окропил его, и он понимал, что, может, даже день знал, когда. И когда его стали внушать веру, да ты никого не слушай, ты будешь жить, ты еще будешь, они поехали, а он лежит и плачет, вот, братья, ну, зачем по сути дела в таком обольщении быть. То есть, это уже не то обольщение, что убивает нас, когда мы ищем обольщение, то что-то страшное. Здесь, наверное, нужно не что-то такое глубокое и сильное, но, тем не менее, это не то, что надо. Поэтому я сегодня напоминаю, когда мы ведем речь о вере, вера, тогда придет исполнение, когда это слово было от Господа. Ему никто и никогда не помешает исполнить то, что он сказал. А сколько было таких случаев, когда сказали, уверяли, что от Господа, это не от Господа, соблазг огромный посеялся, но Бог все равно не пошел на поводку у людей. Кажется, ну, Господи, я знаю, вот это время мурашковцев, я уже всю эту историю не рассказываю, хотя я знаю очень подробно, потому что если вы помните брата Каженковича, то он был у мурашки одним из апостолов. Он его избирал быть одним из апостолов его. И он конкретно рассказывал дословно, как у них там все это происходило. Ну, и что? Ложь была. Была ложь. И до сегодняшнего дня в этих местностях очень трудно проповедовать Слово Божие. Потому что собласть большой посеянный. Кажется, Господи, ну, ладно же, это же будет такой собласть. Ну, ладно, ты не говорил, но сделай. Господь говорит, ни в коем случае. А хоть там неизвестно, что будет, я на всякую ложь не буду покрывать и отвечать. Поэтому сегодня очень хочется вот эту веру, настоящую веру иметь. И, наверное, поэтому апостол Павел уделил очень много внимания веры в этой 11 главе. И он говорит, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в каком? В невидимом. Ну, наверное, сегодня, чтобы легче было, я уже раз высказал эту мысль, я ставлю не меняючи то, что не говоришь, что Павел что-то неправильно написал, но, наверное, сначала уверенность в невидимом, а потом эта невидимая вплоть облекается. То есть делом Господь показывает, что это была вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я не раз говорил, тоже опять где-то в Параминшан тоже приехали сестры молитвы. Ты, сестры, веришь, что вот мы помолимся, Бог исцелится, и будет жить. Веру, братья, помолились, на все жизнь умерла. Скажите, это была вера или невера? Это было очень сильное желание, но это не было вера. Вера же есть осуществление ожидаемого. Ну, я уже говорю, и уверенность в невидимом. Потому что иногда, будем читать, Бог давал обетование кому-то, допустим, Аврааму, а уже их получать даже Яков не все получил. Где-то уже Моисей там в землю распределял, помните? Есть некоторые пророчества, которые исполняются даже не в этом поколении, а есть то, что связано с нашей земной жизнью, и тогда уже здесь вот Писание говорит о том, что нужно быть очень внимательным, потому что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хотя здесь я должен сказать то, что в Библии написано, Бог всегда исполнит обетование, данное нам, если мы будем верны Ему. Вот это надо запомнить. Что-то вполне возможно и не зависит совершенно от нас, а что-то очень сильно от нас зависит. потому что если Бог обещал, а ты не устоял или пошел своим путем, то придет время дать обетование, а давать его некому. Давать его некому. Поэтому здесь уже просто я обращаю на это внимание. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимой. В ней свидетельствованы древние. Что было свидетельствами их веры, как вы думаете? Наверное, их дела и их жизнь и получение ими обетований Божьих. Поэтому в вере есть две стороны. Одна сторона невидимая, а вторая сторона видимая. Это наши дела, это наш характер, это наша жизнь в Господе, это видимая сторона веры. Я сегодня еще раз об этом напоминаю, потому что где-то Петр сказал так, покажите вашей вере. И притом не просто так вот покажите, но прилагая к чему все старания ваши, покажите вашей вере. Это называется живая вера, которая соответствует дела, и они соответствуют священному Писанию. А если человек говорит вера, 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 а дел не имеет, это мертвая вера. С одной стороны, утешение, что это вера, а когда она говорит мертвая, то кому она нужна такая вера? Кому нам нужна такая вера, которая мертвая? Поэтому апостол Павел очень много внимания здесь уделяет вере, вере с делами, вера, которая подтверждается, что она живая вера, делами, жизнью, характером. В ней свидетельствуют древние. Верую, познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Ну, теперь скажите в наставании Писания, Бог создал все из ничего или из невидимого видимое? Скажите, а невидимое и ничего это одно и то же или нет? Как вы думаете? Ну, невидимое это реально существующее, а ничего это тоже ничего. Ничего это пустота. Ничего это ничего. И сколько раз вы слышали, когда и за кафедрой, и в разговорах, когда говорили, что Бог создал все из ничего. я не знаю, может быть, где-нибудь и найдете в Библии из ничего. Я не нашел на сегодняшний день. Может быть, это не такая грубая ошибка на сегодняшний день. Я не думаю, что из этого погибнет кто-то. Но в спор вступить можно легко и просто. Потому что все-таки, если уже быть более глубоко и следующим, можем найти нечто не совсем понятное, ибо все из него им и к нему. Это пустота? Это ничего? Нет. Нет. Поэтому я просто хочу, чтобы мы сегодня свое внимание на это обратили и никогда не говорили. Спорить тоже не надо. Я никогда не спорю, когда кто-то говорит это. Но Библия так не говорит. Она говорит, веру и познаем, что веки устроены чем? Словом Божиим и что из невидимого произошло видимое. Вот это написано. А из ничего создал ненаписанное и нигде вы не найдете. И нигде вы не найдете из ничего. Ничего это ничего. Оказывается, вот насколько иногда мы просто не внимательно читаем, не останавливаемся. А вообще причина наверное не в этом. Кто-то однажды сказал вот это, выпустил в свет вот эту истину в кавычках из ничего. Приняли. Уже никто не рассуждает. Поэтому я просто напомню то, что не один раз говорил. Образование это очень ценная вещь. Но она тогда ценная. когда правильно получил образование. Если что-то ложное, это паралич мозга часто бывает. Кто-то сказал, ты это взял за истину и уже не думаешь над тем. А зачем думать, когда ты знаешь? Поэтому я просто сегодня обращаю внимание на эти истины Слова Господня. И пусть Господь поможет нам читать Священное Слово очень внимательно. надо слушать. И я хочу, чтобы слушали, что я говорю. Мы сами вникайте. Мы сами вникайте. Для того, чтобы это было глубоко более, чтобы были корни глубоко пущенные. Поэтому без этого мы просто не обойдемся. Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так, что из невидимого произошло видимое. Смотрите, верою что делаем? Познаем. То есть вера это то, что как бы невидимое. Но когда мы идем по вере, то по счастью, мы входим в знание. Мы уже знаем. верою познаем, что веки устроены Словом Божиим. Здесь Словом Божиим имеется в виду Иисус Христос как Слово Божие. Не звуки, которые мы сегодня произносим, а Слово Божие. У нас это звуки, я еще раз повторяю, еще на бумаге, это значки определенные. Сегодня у наших сестер и братьев глухонемых, это у них жесты, а у Бога Слово это личность Иисус Христос. Вот почему, когда Он сказал, то что? То и сделалось. Это личность, это вторая личность Божества, она еще Сыном называется. Ты Сын Мой, помните, я ныне родил себя, как и мы сегодня, когда что-то хотим кому-то донести, то мы рождаются мысли у нас и материализуются они через определенное сочетание звука. Мы таким образом передаем то, что было рождено в нашем сердце. И тоже наши слова производят на кого-то определенные действия. так? Не в той мере, как у Бога Иисус Христос заработал так, что вселенная огромная образовалась. Мы сегодня можем только огорчить человека, расстроить его или поддержать. Но тем не менее наше слово имеет влияние и силу. Сказали и что-то есть. Дальше веру и познаем, что веки устроены Словом Божиим. Я недавно читал рассуждения ученых, они довольно-таки далеко продвинулись. Ну, в смысле, теоретически как-то разобраться, откуда вселенная произошла. Вы знаете, довольно интересно однажды говорить, что вселенная как-то интересно выразили, что она, говорит, как-то отражает то, что-то Божие, а Бог где-то рядом находится. А на самом деле, если так рассудить, мы считаем, что вот Бога эта огромная вселенная не умещает. Вы помните? небо и небеса небес не умещают. Получается, Он держит все. Не Его держит, а Он все держит. Но интересно, мы же выразили. Это говорит теория. Но мы никогда не узнаем, что было на самом деле, как образовалась вселенная. вера. это правда. А веруя, мы сегодня не знаем, как все произошло. Все создано из воды и водой. Так написано. Верую. Поэтому я думаю, что нам сегодня не доверять Слову Божию не стоит. Если люди верят легендам, мифам различного рода. Иногда очень смешные. я читал такую легенду древнего древнего кукарека был. Такой большой петух с большим яйцом. Оно где-то там выпало и огромное вселенное образовалось. И верили целые народы этому. Что то так было. А вот то, что Майсей сказал, я думаю, сомнений нет, что Майсей не присутствовал, когда Бог творил все. И чтобы ему написать, чтобы мы сегодня читали, а Бог говорил, а им надо было поверить и написать все это. Ведь по сути дела, вот книга бытие, исход, это же пророческие книги. Особенно книга бытие. Как все образовалось, как все было. Ну, допустим, там кто-то мог передать. Жили Мафусал где-то жил 969 лет, это передал многим поколениям что-то. Адам жил 930 лет. Они могли рождаться и перекрывали друг друга где-то. А вот как образовалась земля, какой день? И Адам не знал, если Бог ему не объяснил. А Моисей уже, я не думаю, сегодня есть одно такое, я называю заблуждением неприятным, когда богословы исследуют Писание, и что-то все относится к какой-то эпохе. этого не так написали, потому что в то время так думали, они так рассуждали и написали. Ничего подобного. Если так рассуждать, то в Библии бред какой-то написан, выдумки чьи-то. Но мы еще не понимаем, что Бог говорил в то время, но Он говорил, как написать надо. Они не сами выдумали эти откровения наставания того, что видели. То же самое Иоанн. Он что видел в видении, то Он и говорил. А сегодня доказывают, это было такое время, они так думали, это вот потому так написал, потому что там то было вот так, а это Моисея, который считается так, что Моисей написал, но мы верим, что Моисей написал. Он взял откровение из рук Господа лично и написал. Вот записал, как он еще был. Потому мы сегодня знаем, как устроено вот это вселенное. Знаем, что все и небо, и земля сотворено из чего? Из воды и водой. Я как-то в последнее время обратил внимание, что и небо из воды, но что земля из воды, вопросов не было. Потому что так и небо из воды сотворено. Безвидна была пуста, тьма над бездной. Помните эту первую страничку Библии? Сказал Бог, да будет свет, и стал свет первый день. Второй день создал небо, разделил воду, которая под твердью и над твердью на две половины. Потом со всего этого создавал живое, покуда до человека не дошел. И все по порядку, и небо, и земля из воды сотворены и водой. Это удивительно. Это удивительно, насколько вот это могущество Божие, способности его из одной и той же воды. И когда написано, что тогда вода была безвидная, ну водород, кислород наверное, уже сгоревший водород, это уже вода в нашем сегодняшнем видео, в котором есть. Я не говорю, что я до конца объяснил, но хотя бы на этом уровне понимаем, что два вот этих газа, они невидимые, когда они вместе соединяются, сгорают, уже видимые, уже видимая вода, была невидимая, потому сегодня, вот почему я сегодня так долго говорю на эту тему, люди как, ну как это может быть, что вот это тело наше, вот это, и станет невидимым или духовным. Я думаю, какая проблема? Если он из невидимого создал видимое, то какая проблема назад из видимого невидимое сделать? Ну, что за проблема? Абсолютно никакой. Тем более, что так написано сейчас на Писании. Он же стоит у истока всякого творения, поэтому никаких проблем, думаю, нету на сегодняшний день, чтобы Господь преобразовал нас так, как Ему хочется, и чтобы все было совсем другим, не таким, как мы сегодня все это видим. Веру и познаем, что веки устроены Словом Божьим. Первое, это сделал Моисей, когда написал, а сегодня мы читаем то, что Моисей написал, что апостолы писали, и тоже веру и познаем. Не блуждаем, как говорят, в трех соснах, откуда, что, как, ну да, не понимаем, как это было. Температура ли огромная, давление какого-то было, этого мы не знаем. Но знаем по Писанию, что это Бог сотворил, и что Ему это доступно, и сегодня делать. веру и познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Ну и дальше я читаю четвертый стих. Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвятительствовал Бог о дарах его. И ей он и по смерти говорит еще. Вот вот он. Я просто немножко отвлекусь от конкретного от Авеля с Каином, но я обращу внимание, когда вот эти личности мы будем рассматривать, то будем касаться именно веры, которая свойственна именно их положению библейскому. Кто-то получал мертвых воскресшими, кто-то шел в страну не зная куда идет, кто-то упал очень глубоко, крутил где-то жерноватым, а потом то же самое вера восстановила его, и сегодня мы можем себя найти в ком-то из них, вот этих личностей библейских, которые мы будем рассматривать. Вы меня поняли, что я хотел сказать? Потому что вот так просто читать там что-то и к себе не прикладывать, но нет же смысла. А вот все эти личности, которые мы будем брать внимание, кто-то может найти там свою проблему. Ну, хотя бы я немножко перепрыгиваю. Мы будем читать, что Авраам повиновался Господу и пошел в какую-то страну и сам не знал куда идет. Не зная куда идет. Очень много это тормозит. они не знают, что будет дальше. Я вам рассказывал, когда пришлось беседу с одним молодым человеком, который несколько раз каялся, потом опять подал пьянство, и отец был в отчаянии, почему так? Потом выясняется, когда ему задал вопрос, слушай, ворот, а ты твердо решил во прошлое идти за Господом. Он говорит, нет, потому что я не уверен, что если я пойду за Господом, мне будет лучше, чем сегодня. Он не мог идти, вот иди, он не мог идти, не зная наперед, он хотел знать. Я ему тогда сказал, это твоя проблема. Покуда ты не решишь твердо идти за Господом, ты ничего не получишь. Для чего Он тебе будет делать то, что ты хочешь? Чтобы ты, значит, не пьянствовал, да в блуд упал? Или пошел еще что-нибудь, для чего Он это будет делать? Если ты действительно хочешь идти за Господом, тогда ты можешь просить, тогда ты можешь ходатайствовать, потому что у тебя есть намерение не грошить. А когда у тебя нет твердости идти за Богом, то для чего Бог тебе это будет делать? И вы, наверное, это наблюдаете в жизни. И в своей. А в общем-то всегда, когда нас брали, значит, где-то принимали какое-то учебное заведение, всегда ставили условие. После окончания учебного заведения ты должен отработать где-то, куда тебя пошлют. Было такое? Было. Почему? Человек, который дает образование государства, оно хочет пользу принести. Вернее, чтобы человек принес пользу какую-то, отработал за то, что учат. Это нормально. Здесь ничего удивительного нет. И не хотят учить тех, которые сами не знают, для чего им это надо. Я смотрю, сегодня вы окончали циологический институт многие. Но они не пошли никуда трудиться. Они просто провели время, получили образование и все. Тогда зачем? Тогда зачем? Поэтому здесь очень важно, чтобы мы именно в контакте с Господом решали все эти вопросы. Я просто немножко набросок сделал, чтобы вы более внимательно эти личности рассматривали. и может быть найдете где-то что-то, что для вас будет приемлемо, чтобы исправить. Но я думаю, здесь записочка поступила говорить о воскресении мертвых. Если это очень интересно, то я просто на следующий раз отведу вот эту тему для этого, я ей могу сказать просто. И о том, что об этом написано, и вот как здесь подмечено в записочке. В древние времена Господь говорил о том, что будет воскресение мертвых. И он говорил так, я знаю, человек ляжет и не встанет, и до скончания неба он не пробудется, и не воспранит о сна своего. Помните, Исаия говорил на эту тему, говорит, что води, народ там покои, закрыв с собой двери, если кто более чуть-чуть помнит, то вы помните, там дальше написано, что земля извергнет мертвецов. То есть будет воскресение мертвых. Поэтому где же эта действительно нужна в этом есть. Я просто насчитываю еще раз более подробно становлюсь на этом, потому что это действительно один из важных вопросов. Один из важных вопросов. Человек, который не верит в воскресение мертвых, тогда и служение Бога является бессмысленным в той форме, в которой мы сегодня это делаем. Чистота, святость, тогда Павел говорил так, если нет воскресения мертвых, давайте будем жить по принципу будем есть и пить, потому что завтра умрем. Воскресения мертвых нет, суда не будет, если кто-то так думает. Но в том то и дело, что Писание говорит так, что всякое дело, хорошее оно или плохое, что Бог приведет куда? Бог приведет на суд. И нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И на земле очень часто вот этот вот эта истина Божия выполняется. И я думаю, есть намоки на то, что и вечности будут открыты. Все дела человеческие, которые люди делали. Почему сегодня Бог часто говорит нам? Ты теперь не знаешь, почему так происходит все. А в вечности узнаешь, почему. Вот тогда только узнаешь, что было на самом деле. Теперь только обрюки чего-то мы видим. Стыковки иногда нету. Почему? Не связывается одно с другим вот то, что происходит, потому что мы очень мало знаем. И вообще не знаем, что делается в духовном мире, в той или другой сфере. И в отношении нашей жизни даже. Поэтому и не можем судить квалифицированно ни о чем. Кажется, откуда оно взялось, почему так, ну, никак не понятно. поэтому я думаю, что на следующий разбор, если доживем, Господь позволит нам, я более детально освещу этот вопрос, ну, чтобы для кого-то его снять, как говорят сегодня, с повестки, не стоял. Вопрос воскресения мертвых и так далее, и так далее. Потому что это очень важный вопрос. И на этом как раз люди и спотыкались. Помните, где-то там слушали Павла в Ариапаге и о воздержании, и о Боге, и о Суде. Слушали. А когда он сказал о воскресении мертвых, там сказали, ну, об этом мы тебя послушаем, когда? В другое время. Хватит уже, ты много нам наговорил. Если вот это еще было приемлемо, то воскресение мертвых, ну, все, хватит, хватит, Павел, мы в другое время будем слушать. Это вопрос очень такой сложный, потому и но для нас сегодня важный, для нас сегодня важный, потому что Павел, опять вот это глубоко раскрывал все мысли, он говорил, значит, так, если нет воскресения мертвых, то, зачем вы красили для мертвых? Помните это выражение? Что он имел ввиду? Когда вас опускали, вы говорили, мы еще не понимаем, что это значит, что я умираю для греха. Когда вас поднимали, это означало, я воскресаю для новой жизни, а воскресения мертвых, то нет. Тогда говорит, слушайте, вы же для мертвых делали, зачем вы для мертвых? Воскресения нет, мертвые вообще, зачем вы говорили, обманывали, что воскресаю или воскреснем? Павел довольно глубоко вот этот вопрос там рассматривает, поэтому думаю, что и на сегодняшний день он непростой вопрос, раз он не поднимается, эти вопросы, значит, есть вопросы в этом, в этой части учения, потому я уже обращаюсь к Авелю, верую Авель, про него жертвы лучше, нежели Каин, и я и получил свидетельство, что он праведен, как засвятствовал Бог о дарах его, и я и он и по смерти говорит еще. Вот интересно, я думаю, что я нового ничего не скажу о Каине с Авелем, но просто, может быть, повторю сегодня в связи с тем, что читаем конкретно, вот это место священного Писания, верою. Вы знаете, что с первыми людьми Господь говорил открыто, проходил и беседовал. Поэтому и Каин, и Авель, они слышали слово от Господа, и они не то, что верили, они знали, что надо приносить. Но Авель был послушный, а Каин был своевольный. Кстати, если так вот рассуждать, то Библия говорит о Каине, как о первом инициаторе принести жертву. Вот специально проверьте, когда будете читать. Каин, а потом уже идет Авель. И он не худшее принес, Каин, он принес лучшее, но он принес от плодов земли. А надо было принести животное, которым указано было бы на будущее искупительную жертву Иисуса Христа. Все остальное. Вы помните, что, когда будет читать дальше, именно потомки Каина создали цивилизацию. Обработка металла, его потомки музыку изобрели, города они стали строить, а тут цивилизация. Таким образом они пытались компенсировать потеру благословения Божия. Именно они вот это делали все. Потомки Каина, они пытались человеческими методами, земными способами пробрести благополучие, которое утеряно. И Каин стоял во главе этого. Знали, что надо, я опять повторяю, потому что вера отслышания, а слышание от слова Божия. Но Авель подчинился и принес, поверил, что так надо, что Бог ничего другого не хочет. Сегодня у нас есть такое заблуждение самое настоящее, что мы думаем, что если мы что-то делаем, и во имя Господа, то Бог все принимает. Ничего подобного. Бог принимает только то, что Он любит, и что Он советует Слове Божьем. Наше, что мы придумаем, оно никому не надо, оно никем не принято. И здесь вот, когда Каин и Савел приносили жертву, Бог ничего не говорил по этому поводу Каина. Он просто не принял жертвы и все. Он его не укарал, зачем ты. Он просто не принял. Это уже была работа дьявола на ткань, что Он возмутился, а почему ты не принял, а почему его принял. Он просто не принял. Он сказал, мне это не нравится, я этого не люблю, я этого не хочу. Он просто не принял, своевольный был. Поэтому в служении Богу, если мы хотим угодить Ему, не может быть никакого своеволия. И если это своеволие связано с тем, что мы не совсем поняли Господа, не совсем разобрались, это один вопрос. Хотя плохо есть плохо. А вот когда сознательно, это уже совсем другой вопрос. И я просто добавлю то, что в прошлый раз говорил, что с точки зрения человеческой Каин лучше выглядел, чем Авель. Авель пролил кровь, а Каин никакой крови не проливал. Он взял плоды, пролил, никакого кровопролития, все нормально. А этот зарезал кого-то, возложил на жертвенник. Но согласитесь, разница есть. Я помню когда-то один из наших братьев, но правда он после отменился от своего решения, когда он решил какую-то особую святость вести людей, запросил в своей церкви где-то за неделю до клевопроломления, чтобы ничего не резали, чтобы ни курица, ни поросен, конечно, буду наказывать. Ну, молчали, покуда это решение, но когда кто-то зарезал, да он мир и проняет, то уже звони стали вообще колокола. Знаете, вот как это для людей, я почему-то пример привел, ему тоже показалось, что зарезать это что-то ненормальное, как это так? За неделю перед клевопроломлением курицу разогреть, нельзя кровопролитие. И я с этой точки за ней смотрю и на Каина с Авелем, этот предпочитель не выглядел, он, наверное, как этот брат решил, ничего не буду свое принц, а Бог говорит, нет. Вот как бы ты это не рассматривал своим разумом, как бы это тебе не казалось, но делай то, что я тебе говорю, и это будет правильным. И это будет правильным. И я вспоминаю один такой совет, как воспитывать. Вы помните, я тоже не один раз повторял, что к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что? Страхом спасайте и сторгай из огня. Как вы думаете? Вы уже этот ответ знаете, потому что я не раз говорил об этом. Будьте милостивы к кому? Кто что-то немножечко сделал там? Будьте строги к тем, кто что-то грубо совершил. Нет. Одно и то же сделали. Одно и то же совершили. Но для одних лечением будет простить, а для других лечением будет наказать. вы меня хорошо слышите? Я думаю, больше не будете говорить, почему вы к нему вот так, а к этому вот так. Они же одинаково согрешили. Это не двойные стандарты. Есть такое отрицательное явление двойные стандарты. Вы знаете, в чем сущность заключается? К чужому я очень строгий, к своему нет. Я не об этом говорю. Двойных стандартов не должно быть, однозначно. Ну и вот такая топорная работа всем одинаковая тоже не бывает. К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других что? Страхом спасайте, и сторгая из огня, гнушая даже одеждою, которая скверена на плоти. Поэтому здесь вот в этом вопросе, ну мы должны иметь трезвое мышление и не думать, что одному поблажка, другому нет. Здесь не это ставится на первый план. А как спасти человека? Если возможно спасти, помиловать. Если это вариант, который принесет пользу, значит надо делать. А если видишь, что идет вразнос, наказывать надо, тогда стоит тут попутать вот эти две вещи, и все пойдет не так, как надо. Тогда кто-то бросится в распутство, потому что надо было наказать, и его помиловали. И он пошатал это вседозволенностью, пошатал это каким-то мягкостью, неспособностью. Поэтому пусть Господь благословит нас, что вот на этих примерах мы видели, мы разбираем веру. И вот то, что я сегодня сказал, я вышел из рамок вот этой 11 главы, я взял немножко более шире, потому что нашу жизнь нельзя вписать вот эти рамки одной главы. Поэтому я взял, и это тоже вера. Если мне, допустим, принявши исповедь, за то, за что отлучать без разговора всякого, если вот так вот взять, то мне надо иметь веру, что я правильно делаю. Вы меня понимаете, что я говорю? Если раскрыть исповедь, тоже мне надо иметь веру, что я правильно делаю. Это иногда бывает не так просто, и не так легко. И не так легко. И вот в этом тексте 4 стиха 11 главы написано, верой Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Потому что все то, что по вере, оно приходит от Господа. И только поэтому она лучшая. Только поэтому она лучшая, что по вере. А вообще снаружи вот нельзя такую оценку дать. Вот что лучше? Сегодня сказать ему или завтра? Ну, наверное, на первый взгляд, конечно, чем быстрее, тем лучше. А это не совсем так. А вдруг сегодня он еще не способен принять так, ему успокоиться надо. Значит, завтра, завтра будет лучше. Я успокоюсь, он успокоится, и тогда будет лучше. А еще сегодня будет плохо. А в другом случае надо сегодня. Но здесь же должен быть голос внутри, голос Божий, чтобы было по вере. И так может быть хорошо, и так может быть хорошо. А вот как лучше? Уже один Бог знает, как лучше, сегодня или завтра. Я не один раз слышу, когда были такие вопросы, которые нужно было решать, и они имели определенные последствия, они оказывали влияние на людей. Но Бог говорил так, несмотря на трудности, подождите, я сам делаю, иначе будут большие проблемы. И правда. Одну церковь пришлось дать почти пять лет, и они соединились очень хорошо, сегодня уже все. А если бы сделали сами, надо было через органы власти, вы знаете, как могли в газетах расписать все. Только дай сегодня на язык. Поэтому вера, надо было поверить, что не спеши, хотя кажется, а чего не справедливо, и так далее, и так далее. Вера очень прекрасно решает эти вопросы. А разум наш, если и решает, то почти будут лишние слезы, лишние проблемы, лишние трудности, лишние переживания. Поэтому Писание говорит, что немощное Божие сильнее кого? Человеков. Вот то, что мы видим Божье немощное, оно оказывается сильнее нашего сильного, что мы видим и знаем, что оно Божие. И за ним, значит, стоит Бог и взвешенность его разума, а не нашего. Верою получил святерство, что он праведен, как засмеченствовал Бог о дарах его. Верою получил святерство, что он праведен. Вот это интересное выражение. Он делал по вере, а значит, был праведником. И этим было засмеченствовало, что он праведен, потому что Бог сказал об этом. Верою. И почему-то интересное выражение, потому что внутренность открывается через дела. От избытка сердца что? Говорят уста. От избытка нашего сердца рождаются наши поступки. И через наши поступки, через наш характер обнаруживается, кто мы есть. вера. когда Авель поверил Богу и сделал, то это дело засмеченствовало, что он праведен. Его внутренность наполнена желанием уходить к Богу. И опять мы к делам пришли, правда? Мы пришли к делам. По вере, но эта вера выразилась в деле. аукайна она выразилась в самоволии. Поэтому то, что он считал самым лучшим, Богу было неприятным, потому что он нарушил. И Богу еще очень интересно, если мы читаем Писание, особенно Ветки и Заветы. Вы помните? Не помню точно где, но Бог говорил отделять ему десятую часть. И вот что интересно, если приносили жертву, жертву приносили, то Бог говорил, мне хромого не несите больного. Но когда отчитывала десятая часть, он говорил так, если даже больного помните, но десятое, оно мое, не меняйте. Вот странная вещь, вот с одной стороны, когда жертву приносите, вы мне хромого, шлепого, какого-то немощного не 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 хромого, когда десятую часть отдаете, то попадает хромое, не имеете права менять, это мое, десятая часть. И если бы кто-то подумал, что заменить хочу, скажите, заменю на лучшее, Бог был бы доволен или нет? Не был бы, ты непослушный, ты просто непослушный, я тебе сказал, вот так, значит так. И укорять не буду, и обличать не буду, потому что вот такой парадок осчитал, десятый попал хромое, говорит, не меняйте, оно мое. Может быть, кто-то и был когда-то, хотел бы угадить Богу лучшее отдать, но в данном случае он бы ничего не выиграл бы, потому что Бог сказал, вот оно, по счету и все. послушание лучше чего? Жертвы и повиновение лучше только овнов. А это послушание как раз у нас и не хватает часто. Голова наша мешает нам, наши взгляды на некоторые вещи, они мешают нам, а Бог требует послушание. И ею получил свидетельство, что он праведен, как засветительство Бог о дарах его. И ею он и по смерти говорит еще. Как по смерти говорит еще? А то, что мы читаем, что написано, он уже давно умер. А поколение Божьих людей тысячелетиями они читали и учились на примере Авеля, на примере Каина, как жить, как надо приносить и что Господь требует. Говорит, вот делу осталось его, осталось делу, как пример. Говорит, умер, а то, что он сделал, живет до сегодняшнего дня. И по смерти продолжает говорить. Я думаю, и мы все хотели бы, чтобы и по смерти нашей говорили о Боге, и как свидетельство о Божьей милости дела наши и наша судьба, которую Бог устрояет. А это может быть только тогда. Только то имеет силу и жизнь длительную, что сделано по вере во имя Господа и для Его славы. Авель совершил это жертвопроношение. Кажется, ничего особенного он не сделал. Вот насколько важно послушание. Ну, там, допустим, Иисус, Навин, где-то ходили стены Иерихонские рухнули. Это что-то необыкновенное. Ну, Моисей провел червенное море. Воды стояли стенами. Ну, это тоже, конечно. Но там, где-то, вспоминаем, Израиль воевал с врагами, и Бог бросал с небес большие камни. Ну, град бил. А он что сделал? Он просто взял жертву принес. Принес то, что Бог ему сказал. И остался в Священном Писании говорить и после смерти своей. Потому что это было послушание, это было приятно Богу. Это было в Его планах. Поэтому пусть Господь поможет нам быть очень внимательными и хорошо понимать, что Богу приятно, и Он принимает то, что согласно с Его Словом, и что по вере. А что не по вере, то что? Вот мы вспомнили одно такое интересное место из послания к римлянам. Помните, там спорили, что одни говорили надо есть только овощи, а другие говорили и мясо можно. Павел интересно говорит, это такой вопрос, который вообще не фундаментальный, потому он и говорил, вы не спорьте за это. Вы за это не спорьте. Я не думаю, если бы речь шла о крещении Духа или спасении в крови Христа, что Бог так сказал, ну ты его не трогай, как понимает, пусть понимает. Там уже наверное не было бы так. Вот Павел говорил, мы не на час не уступили. А когда был такой вопрос пиши, он говорит, то ладно, то что вы спорите. И там Павел очень интересно говорит, если он верит, что можно есть только овощи, а станет есть мясо, то что ему будет? Ему будет грех, потому что не поверят. Я просто поставил разницу между фундаментальными вопросами и вопросами, которые практически им сказать ни на что, они споры могут производить. Но Павел, если вы разумные и вы понимаете, что это вопрос просепенный, то не спорьте. Просто уместите его знание, какое оно есть, да молчите, пусть он ест свои овощи. Ну что? Ну он так понимает. Конечно, если он проповедовал, что блудить можно, пять жен можно иметь, то мы же не будем так говорить. Это совсем разные вещи, поэтому я бы хотел, чтобы сегодня мы не обращали внимания на эти вещи, которые Павел говорил, в сравнении с этой пищей, о которой он говорил. Есть у нас нечто второстепенное, что и святости не приносит, и не отнимает, но раз оно тебе нравится, пусть он будет с тобой. Но не фундаментальных вопросов, я еще раз повторяю. Верую Енох, пятый стих, переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно. Вот еще одна личность, Енох. Это тоже тема не новая, и в общем-то один такой нюанс очень важный заключается в том, что Енох не просто служил Богу, он ему угодил. А это две разные вещи. Можно делать что-то, но без всякого желания угодить. Вот так вот тяп-ляп, лишь бы сделать. А можно делать желанием угодить. И как вы думаете, как Бог хочет, чтобы мы ему служили, лишь бы как, лишь бы делали, или чтобы хотели угодить? Конечно, чтобы хотели угодить. Наверное, перед Богом ходил не один Енох. Ну, в добром смысле слова. И боялись Бога, и, наверное, исполняли волю Его, но не всегда думали о том, чтобы не просто сделать что-то, а угодить. И это очень важная деталь нашего служения. А без веры угодить Богу нельзя. Почему? Потому что я должен знать, что Он любит, и что Он не любит. Ориентироваться на себя, что я люблю, и предлагать Богу, наверное, не всегда будет правильным. Вот если эту любовь к чему-то Бог вам не произвел, потому что написано, Он производит нас сам действие и благоволение, и чувство, Он производит. Тогда другой вопрос. А вот то, что мне нравится, как плотскому человеку, это совершенно не значит, что оно и Богу нравится. И потому, если я хочу угодить Богу, я не должен смотреть на то, что мне нравится, а попытаться узнать у Господа, что тебе нравится, вот как ты хочешь, чтобы я это делал. Янух как раз угодил Богу, и Бог взял его живым на небо, он не увидел смерти. Это прообраз той части церкви, которая пришествие Христа застанет в живых. я уже в который раз буду повторять, когда, допустим, богословы спорят, они говорят, что Илья это прообраз церкви, а Инох это прообраз народа израильского, я, например, нигде не нахожу, я не богослов, я не хочу с ними равняться и спорить с ними, но я нигде не нашел, чтобы народу израильскому Бог обещал когда-то, что они будут взяты живыми на небо и останутся в живых. Это обещание присуще только той части церкви, которая пришествие Христа застанет в живых. А в церкви в отношении спасения нет ни иудея, ни елена, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, но всего одно во Христе Иисусе. Поэтому и Енох и Илья это пробы в церкви последних дней, которые не пройдут через смерть, а будут взяты живыми на небо. Илья, как живой, который был взят на небо. Вы помните, три с половиной года не было дождя на земле. Это период великой скорби, 42 месяца, 1206 дней, три с половиной года и так далее, и так далее. Что касается Еноха, о нем написано, он был седьмой от Адама. О них пророчествовал Енох, седьмой от Адама. Во враче грядет Господь с отьмами святых своих. Если считать, допустим, родословную, то Адам, Сих, Енос, Каенан, Малиил, Иорет, и Енох. Он как раз оказывается седьмым. По счету, как и церковь берется при последней трубе, вы это знаете. При глазах Архангела и трубе Божией Господь Иисус сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, изменимся. О восхищении церкви идет речь. О восхищении. О первом восхищении мертвых. О первом восхищении мертвых. И знак когда-то произойдет не чаша, ничто, а труба. При глазах Архангела и трубе Божией. Другой человек в Писании послания говорит так. При какой трубе? Вдруг, мы даем только при последней трубе. Ибо вас трубят и мертвые Христи воскреснут прежде. А Енох как раз был седьмой от Адама. Так что когда говорят, откуда ты знаешь, а может для церкви четвертая труба последняя. Во-первых, последняя седьмая его пшет. Во-вторых, Енох седьмой от Адама. И в седьмой день рухнули стены Иерихонские. Помните? В седьмой день рухнули Иерихонские стены, когда обходили шесть дней обходили по разу, а в седьмой день обошли семь раз, и в этот день рухнули стены Иерихона. И народ пошел в город со всех концов, не с одного места. Сегодня говорят о том, что Господь придет там где-то в пустыню какую-то там, где-то там, где-то она есть, где-то арабы там, я не помню какая, и оттуда будет забирать. Говорю, неправда. Потому что каждый пошел в город со всех сторон, и каждый со своего места. Не с одного места, а со всех сторон. Поэтому, когда мы, я не говорю, что я очень сильно знаю Писание, я его знаю так себе, но хотя вот допустим то, что знаешь, оно как раз-то, ну, ставит у рамки. Вот эти рассудения все загоняют туда, куда надо. Потому что это вернейшее протестское слово, которое мы сегодня имеем. Если мы сегодня, допустим, в Новом Завете имеем пророчество, которое читаем, можем истолковать по-своему, то вот жизнь пророческая людей, ее не истолкуешь по-другому. Оно вот так было в тот день и в тот. Поэтому вот все эти личности, которые мы читаем в Библии, они являются пророчеством живым. Мы еще называем символы, прообразы. Это один и тот же смысл заложенный. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы также были переселены, живы мы были взяты на небо. Но для этого надо угодить, не просто либо как, а угодить Богу. Поэтому вы хорошо понимаете все, я не раз говорил на эту тему, и проповедь где-то говорил, что вы живете в своих домах, и жена может торчать на кухне до обеда, но если она не сделает то, что муж любит, не угодила. Не угодила. Сидела, делала, чуть ли сама не жарилась там, но не сделала так, как надо. Все, не угодила. Все. Но я же делала. Ну делала, делала, но ты не угодила. Но делала. Поэтому лучше всего чуть-чуть добавить и угодить. Чем потерять силы и крест на этом будет поставлен. И спасибо даже иногда не скажет. Ну, культурно-то поморщится, ничего не скажет, но не угодила. Вот в этом слово угодить это не отрицательное, это положительное. И апостол Павел говорит, что должны угождать друг другу. Так? Угождать. Речь, конечно, не идет угождать греховным наклонностям. Здесь даже разговоры быть не может. Даже разговоры быть не может. А вот то естественное, чем мы очень часто отличаемся, ну, приходится угодить. Потому что есть некоторые вещи, я уже не раз говорил, которые мы просто-напросто не сможем поменять. Приходится смираться с ними, что они такие. У нас есть пристрастие к чему-то к пищу, еще к чему-то. Вкусы свои ешь. Что одному вкусно, другому невкусно. Так бывает. Ну, чтобы угодить, надо сделать себе невкусно, а другому вкусно. Потому что вкусы тоже не поменяешь. Потому что угодить тоже надо от себя отнять. В некоторых может быть хорошо, когда совпадает все на все сто процентов. Тогда легко и угождать. А вот когда не все совпадает, а угодить надо. А угодить надо. вот две причины интересные. по которым люди часто цирают благословение Божие. Наверное, что Бог есть, наверное, у нас никогда в голову не проходила такая мысль или что нет Его. Мы все говорим, что есть. А вот Бог исцелил меня или случайно пришло, приходит. Понимаете, что я сказал? Помолились, получил исцеление болезни. А завтра сказал, это случайно было. А может и не Бог. И болезнь опять приходит. Ну, на тебе, посмотри. без веры угодить Богу невозможно. Две истины. Надо веровать, что Он есть. И второе. Если ты что-то получаешь, это Он делает. Или сам лично, без вмешательства людей, или смешательством людей, но это Он делает. потому что другое местописание говорит так, что всякое даяние доброе и совершенный дар приходит свыше от Отца Севетов, у которых нет изменения и ничей перемены. Восхотел, родил Он нас сломом истины, чтобы нам быть некоторым начатки Могосозданий и так далее. И опять все сводится к тому, что без воли Божьей ничего толкового не получишь. Хотя когда мы получаем от Господа конкретно непосредственно, то иногда бывает как-то более цепко держим, более как-то уверенности в том, что это Бог дал. А вот когда через людей, или допустим, ну через наши методы человеческие, вот тогда-то у нас не хватает веры, что это Бог. Это сам, это люди, это кто-то и как следствие ущерб и урон. Поэтому одно из условий для такой успешной христианской жизни заключается в том, чтобы надо веровать, что Бог есть и ищущим его воздает. Пусть Господь нас благословит сегодня, уже наше время истекает, пусть положит эти слова на наше сердце, и давайте будем укрепляться в вере, в живой, настоящей вере, чтобы не быть просто говорунами, чтобы не быть просто на словах верующими, но пусть будет доброе свидетельство, что мы в самом деле верующие, через наши дела, наш характер и наше поведение. Да благословит нас Господь. логовую Продолжение следует...